Саудовская Аравия, Китай и другие страны тестируют цифровые валюты. Саудовская Аравия присоединилась к программе трансграничной цифровой валюты Центрального банка, в которой доминирует Китай. Саудовская Аравия присоединяется к проекту цифровой валюты M-Bridge, в котором уже состоят Китай, Гонконг, Таиланд и Арабские Эмираты. Доказанные запасы нефти в Саудовской Аравии – одни из крупнейших в мире. Одна пятая всех запасов нефти в мире. Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейши Ди, и сегодня у нас есть новости, которые циркулируют по всему интернету. В этом видео я разберу все слухи, чтобы докопаться до правды о том, что Саудовская Аравия откажется от доллара США, от нефтедоллара. Я расскажу тебе, почему ходят эти слухи, а затем покажу, что уже произошло и что произойдет с долларом США и рынками. Миллиардеры, кстати, уже к этому готовятся. К сожалению, многие люди этого не ждут. Но мы-то с тобой уже готовы. Но прежде чем мы начнем, как обычно, не забудь передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк коин. Передал? Большое спасибо. Итак, начнем с этого сообщения на Binance. Видеоролики в ТикТоке об этом набирают огромную популярность. Сотни тысяч просмотров. Позволь мне сначала ответить на вопрос, почему это может быть большой проблемой для нефтедоллара. Но с другой стороны, и хорошим подспорьем для роста таких товаров, как золото и биткоин. Это важно, потому что Саудовская Аравия полностью откажется от долларовой торговли нефтью. Доллар быстро потеряет в цене, потому что многие страны сначала будут смотреть, как отреагирует администрация Байдена. Если реакции не будет, это будет их мотивацией. В прошлом, когда страна уходила от долларового стандарта или хотя бы просто угрожала уйти от него, США внезапно начинали какие-то военные операции. Ирак, Ливия и так далее. Почему? Потому что если доллар США потеряет статус резервной валюты в какой-то стране, и США никак на это не отреагирует. Другие страны последуют примеру. Может ли это случиться с Саудовской Аравией? Скорее всего нет, потому что Соединенные Штаты и так слишком заняты в последнее время. Итак, Бинанс пишет. Мухаммед Ибн Салман решил не продлевать соглашение США, срок которого истекает 9 июня 2024, то есть сегодня. Не продлив это соглашение, Саудовская Аравия буквально возвращает себе право продавать нефть и другие товары в таких валютах, как юань, евро и йена и другие. А не только в долларах США. Это большое изменение, поскольку оно ставит господство нефтедолларовой системы под большой знак вопроса. А эта система существует с тех пор, как Соединенные Штаты отвязали свою валюту от золота в 1971. Ожидается, что это решение ускорит процесс отхода от доллара США. А это сообщение опубликовал Марти Парти. Ожидается, что 9 июня 2024 Саудовская Аравия объявит о прекращении продажи нефти только лишь за доллары. Это знаменует конец 50-летнего нефтедолларового пакта, подписанного 6 июня 1974. Это решение существенно изменит динамику мировой торговли нефтью и может иметь самые разнообразные последствия для роли доллара США, как доминирующей мировой резервной валюты. А теперь давай перейдем к истории, которая была написана еще в 1974. Это статья из газеты New York Times тех времен, 9 июня 1974 года. Я лишь вкратце расскажу о том, что здесь написано. Это очень любопытно, потому что я лично не верю, что сегодня все произойдет так, как все ожидают. Но я считаю, что сегодняшний день это очень, очень важная историческая точка. И следующие несколько недель определят, насколько она важна. Итак, 9 июня 1974 года важнейший пакт был подписан между США и Саудовской Аравией. Что было перед этим? За пару лет до этого президент Никсон отменил золотой стандарт. В США были проблемы не только с валютой, но и с экономикой, а также с золотом. Экономики других стран тоже терпели кризис. Такие страны, как Франция, кричали, что у Соединенных Штатов нет их золота и что нужно его репатриировать. Так что Франция возглавила попытку заставить другие страны вытащить свое золото из американского золотохранилища, в котором США хранили золото не только свое, но и других стран мира. По иронии судьбы, с тех пор в 2016 году Германия присылала делегацию с просьбой вернуть свое золото. Но ФРС США сказала, что им потребуется до 7 лет, чтобы получить свое золото обратно. А сегодня мы видим, как некоторые африканские страны пытаются вернуть свое золото. Мы видим, как Индия пытается вернуть свое золото. Этот цикл снова повторяется в точности спустя 50 лет. Есть большие экономические циклы, которые длятся 50-100 лет. У нас есть 50-летний и 100-летний циклы, которые повторяются. 100-летний цикл – это раздувание огромного пузыря, который основан на печати денег и монетарном расширении. 50-летний цикл – это, например, пакт между Саудовской Аравией и США. Этот пакт имел огромное влияние на мир, влияние, под которым мы до сих пор живем. Но что происходило после этого пакта? На США брушилась огромная инфляция, как ты видишь на этих пиках. Это началось после этого пакта, потому что многие страны решили покупать нефть. А так как Саудовская Аравия сказала, что мы можем продавать ее только за доллары, это привело к росту спроса на доллары. В течение следующих нескольких лет, с 1974 по 1976, мы видели, как деньги притекают в США. И это создало огромный, огромный пузырь инфляции и последующего за ним краха. Итак, вот что написано в этой статье от 9 июня 1974. США и Саудовская Аравия подписали сегодня широкомасштабное военное и экономическое соглашение, которое, по словам обеих сторон, предвещает эру все более тесного сотрудничества. Американские чиновники, комментируя первое подобное соглашение между США и арабской страной, заявили, что они надеются, что новое соглашение предоставит Саудовской Аравии инициативы по увеличению добычи нефти. А само партнерство станет моделью экономического сотрудничества между Вашингтоном и арабскими нациями. Госсекретарь Киссинджер, принц Фердинанд Абдель Азиз и сводный брат короля Саудовской Аравии подписали шестистраничное соглашение. Это соглашение заключалось в том, что Саудовская Аравия будет продавать свою нефть только за доллары США, создавая тем самым невероятный и ненасытный спрос на доллар. Именно с этого момента США смогли начать экспортировать инфляцию в массовом масштабе. И это видно на этой диаграмме. Как ты видишь, как раз после подписания этого пакта мы видели вот этот огромный мировой скачок инфляции. Бреттон-Вудские соглашения уже были согласованы и подписаны, но история Саудовской Аравии была очень и очень важной. Почему? Потому что нефть управляет миром. Особенно в то время, когда еще не было особо солнечной энергии, энергии ветра и всего прочего. Была только нефть в основном. Саудовская Аравия с помощью США начинала бурить нефть и находила ее в огромных количествах. И вот что произошло дальше. Поскольку у них было так много нефти, и она была обильной и дешевой, и поскольку они продавали ее только в долларах США, это привело к удивительному буму в Соединенных Штатах. И вот два года назад появляется эта информация. О том, что Саудовская Аравия подписала соглашение с Китаем на 50 плюс. Плюс, это очень важно. Лет. Но сделали они это как-то тихо, без шума, и с тех пор официальные лица постоянно преуменьшали значимость этого события. Вот пример статьи, датированной 20 ноября 2023 года. В ней говорится, что саудовские чиновники постоянно преуменьшали вероятность того, что королевство начнет продавать свою нефть Китаю или другим крупным импортерам в валюте, отличной от доллара США. Итак, Саудовская Аравия подписала соглашение о поставках нефти в Китай чуть менее двух лет назад, в сентябре 2022-го. Но не было сказано, что они собираются начать принимать другие валюты. Ну а затем появились статьи о том, что Саудовская Аравия раздумывает о том, чтобы начать принимать другие валюты, отличная от доллара США. А еще позже между Саудовской Аравией и Китаем открылась валютная свопная линия. То есть, все это время Саудовская Аравия танцевала на этой тонкой грани. Мы собираемся это сделать или мы действительно это делаем? Они говорят, эй, мы рассматриваем этот вопрос. Они пытались надавить на Соединенные Штаты, чтобы узнать, будут ли они сопротивляться. Что ж, ничего не произошло. Реакции со стороны США не было. И, наконец-таки, сегодня истекает срок действия договора о Петро-долларе. Сегодня наступит новый день, новый рассвет для Саудовской Аравии, Китая, США и для всего остального мира. Думаю ли я, что после этого все рухнет? Нет. Думаю ли я, что сегодня правительство Саудовской Аравии выступит с официальным заявлением? Я считаю, что это крайне маловероятно. Но вот что, по моему мнению, произойдет. В ближайшие четыре недели, я полагаю, правительство Саудовской Аравии заключит сделку с кем-то в мире, чтобы официально продавать нефть в валюте, отличной от доллара США. И я считаю, что это вызовет шок на рынке нефти, цены на которую до сих пор устанавливаются в долларах, и на индексе DXY, то есть на индексе доллара, который показывает курс доллара по отношению к другим валютам, что естественно отразится и на биткоине, и на золоте. А сейчас напиши в комментариях следующее. Если ты веришь, что когда Саудовская Аравия перестанет продавать нефть только лишь за доллары США и будет принимать другие валюты, то это обрушит стоимость доллара? Напиши в комментариях. Да, это обрушит стоимость доллара. Если ты не думаешь, что это большая проблема, напиши. Нет, я не думаю, что это большая проблема. Просто любопытно, что ты думаешь. И очень важно узнать, что думает большинство и меньшинство. All Street Journal вышел 15 марта 2022 года с заголовком «Саудовская Аравия рассматривает возможность принятия юаней вместо долларов». И снова я хочу подчеркнуть, что это был вызов Белому дому во главе с Байденом, администрация которого откровенно преступна, и больше заботится о том, чтобы есть мороженое и врать всем вокруг, вместо того, чтобы действительно что-то сделать для нации. Итак, в 2022 году они рассматривали возможности. Но все еще придерживались соглашения, которые подписали Соединенными Штатами в 1974. Но вот что они сделали одновременно. В 2022 году они подписали соглашение с Китаем о поставках нефти в Китай. И они объявили об этом пару месяцев спустя, когда ведущая пресса совершенно не осветила это событие. Так что мы можем понять, что нас ожидает в будущем. Уже в 2023 году Саудовская Аравия открыла свап-линию между Китаем и Саудовской Аравией, что открывает арабам доступ к юаню. И, наконец, буквально на днях Саудовская Аравия присоединилась к пилотной версии программы цифровой валюты Центрального банка, в которой доминирует Китай. Да, саудовцы до сих пор продают нефть Китаю за доллары. И у Китая все еще есть потребность в долларе. Саудовская Аравия все еще придерживается своего соглашения. Поэтому они либо идут к долларовому окну, либо находят доллары, покупая казначейские облигации, например. Но в то же время за последние пару лет Китай стал чистым продавцом американских казначейских обязательств, облигаций, долларов, чего угодно. Причем недавние продажи в конце мая 2024-го стали рекордными, более 53 миллиардов баксов. Они медленно ликвидируют свои активы. Точно так же, как это делает Уоррен Баффет. Джефф Безос продает акции, Уоррен Баффет продает акции, даже Джейми Даймон продает акции собственного банка впервые в своей жизни. Почему они это делают? Потому что они понимают то, что парадигма всего мира изменилась. Сегодня мы официально отменяем нефтедоллар. Систему, которая существовала с июня 1974-го года. Прочувствуй этот момент. Те, у кого нет золота, или биткоина, или любого другого твердого актива, не готовы к тому, что грядет. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова